здравствуйте я приветствую вас на канале лайв стайл же с с вами жанна дорогие мои друзья сегодня хочу показать вам очень простой бюджетное вкусное блюдо из чего оно сделано но все наверно узнали это самая обычная перловка которую мы знаем с детства с перловкой делаете кашу и супы и в общем это такое незаменимое блюдо которое в разных кухнях мира в общем то советского союза особенно бывшего использовалась перловка это было в общем первейшее такое вот первейшая крупа ну что было гречка перловка рис вот такие вот крупы с перловкой я помню раньше когда-то делала трассольник еще там что-то в общем супы перловые знаете не каждый любит перловку хочу вам сказать что люди вот до военного поколения после военного они как-то не очень так хорошо перловки относились потому что ну что было во время войны перловка это было в лучшем случае это была такая распространенная крупа которая в общем особенно вот на войне солдаты рассказывали что давали солдатам перловую кашу и это перловка она им так уже надоело и не называли шрапнель но хочу вам сказать что перловка я помню в союзе она была такая вот какая-то продолговатая более какая-то другого сорта видно есть несколько сортов вот здесь я живу в израиле какая-то другая немножко перловка немного похоже больше на рис такая какая-то кругловато видно отшлифована по-другому немножко и как-то я попробовала купила и мне очень понравилось и я подумала пускай в доме будет или супчик перловый или там может просольничек положить это решила я вот это отварить сегодня перловку и чем же я ее сделала у меня были крылышки на меня осталось немножко крылышек я вот не так давно купила и мы делали в общем на мангале выжарили эти крылышки я запекала в духовке часть соусе остром чили а это немного осталось я подумала вот перетушу и было бы батат вот это сладкий картофель у меня была одна такая батата я взяла значит это перловой крупы я ее промыла и отварила у меня где-то было стакана полтора и сварила ее готовую почти готовую потом промыла холодной воде и она такая у меня была в общем отдельно стояла ожидала пока стушится эти вот крылышки эти крылышки у меня были стушены тоже почти до готовности с лучком и бататой и в общем конечно специи по вкусу немножко того немножко этого кто что любит я немного куркум добавила куркума немного перчика и соль я узнаете на специи не очень-то налегаю потому что я больше так зошка придерживаясь здорового образа жизни но в общем кто как хочет может добавить если любит более поострее можно добавить и в общем когда уже крылышки были готовы я добавила эту перловку вареную туда и буквально минут пять-десять так все вместе протомилась притомилась и получилось очень очень вкусно ну вот дорогие мы это хотела показать какое вот блюдо если вам понравится я рецептик снизу покажу под видео может кому-то понравится знаете очень очень вкусно и бюджетная потому что перловка такая вот крупа которая есть каждом доме крылышки это тоже самое интересное что они очень вкусные крылышки получились потому что таком вот хорошем соусе я их сделала вот и все по вкусу такой знаете очень хорошее получилось такое можно сказать слегка диетическое блюдо но кто любит поострее может добавить больше лаврушки больше зелень можно туда добавить может добавить перчик другой я добавила черный можно белый еще можно паприку добавить красный перец больше там например куркумы я добавила немножко можно сделать и более желтый это блюдо чтобы имел цвет такой более яркий ну в общем нам понравилось так и дети в общем поели и взрослые все сказали ой слушай так все вкусно получилось это что такое ты сделала потому что они так часто вот варю вот в таком виде вот так с крылышками перловку но получилось это довольно таки вкусно дорогие мои друзья всем я желаю счастья здоровья хорошего денечка благодарю что приходите ко мне и ставите лайки и прошу конечно еще раз что расшаривайте мои видео делитесь соц сетях помогите каналу чтобы он развивался потому что много у меня есть что рассказать и много есть и план кому интересно заходите плейлисты немного и разных интересных тем я думаю многим людям это понравится потому конечно большая просьба расшаривайте эти видео и делитесь рецептами этого блюда и других если вам понравилось если гости канала если вам нравится то что я делаю посмотрите плейлистах подписывайтесь заходите буду рада всегда друзьям и новым и те которые есть у меня никогда не забываю вас сейчас не долго не было я уже рассказывала сейчас возобновляю конечно свои списки друзей хожу вот проверяю старые видео где кто что смотрю конечно я вижу вот некоторые по уходили с ютуба нету их давно вот и погоду уже нету но все равно я оставляю комментарии потому что знаю что а вдруг человек вернется так как было у меня мне не было 7 месяцев потом я пришла и знаете нисколько не жалею очень хорошо что пришла потому что увидела что на ютубе так много всего интересного произошло и много встретила новых интересных людей которые есть чем у меня поучиться у них и я думаю я могу тоже кое чему тоже рассказать что-то интересное для людей потому дорогие мои буду рада и очень благодарна что если будете делиться моими видео и подписываться на мой канал всем желаю счастья удачи всего самого-самого хорошего с вами был канал ластя джи и я жанна до новых встреч друзья пока пока